Меченый уже достаточно заработал снаряжение и денег для похода в большую зону, плюс появились некоторые цели, которые ему нужно осуществить. Первая локация большой зоны, с которой он начнет свое путешествие, это так хорошо ему знакомый кордон. Не забывайте оценивать видео после его просмотра, а также заглядывать в плейлист, ну а я по традиции желаю приятного птица всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Итак, за кадром я дошел собственно до перехода на кордон в предзоне, вот оно, вот он переход, и в комментариях мне написали то, что действительно я забыл одеть шкуру, вот этот артефакт, главное насыпил колючку, да, для него радиация минус 3, а сам артефакт забыл насыпить, поэтому давайте мы его оденем и теперь смотрите на нашу химическую защиту, просто 20% плюс 70, 90 нахрен, это я не знаю, это что-то с чем-то. Ну и плейлистойкость, 33 плюс 17, это уже в начале игры считайте, да, ну хотя это не прям начало игры, уже какая-то седьмая серия, но по факту мы только на четвертую локацию идем, или на какую, на пятую, забыл уже. То есть уже вот такая жесткая плейлистойкость, про химожок, ну реально молчу, я могу в нем, не знаю, писюн мыть, блин, конечно, да, браво, тысяча применений, я выбрал именно это. Ладно, также написали то, что плащ гордость ренегата дает дополнительные 6 килограмм переносимого веса, я правда не знаю в чем смысл, потому что, например, в пути человека в дежавю, несмотря на то, что у тебя там хоть 200 килограмм переносимого веса, ты можешь бегать только тогда, когда у тебя меньше 80. Здесь я не знаю, как это работает, пофиксили это или нет, или осталось так же, и это вообще неизменяемо, но пока что будем ходить так, потом, когда будет перевес, протестим. В случае, если все-таки можно будет ходить с дополнительными 6 килограммами, мое уважение, вот, и скорее всего я перейду туда на плащ гордость ренегата, по крайней мере, на время. Ходим, конечно, слабее по характеристикам, но кому не пофиг. Все, переходим на кордон. Продолжение следует... Да, и показали нам ролик из концовки чистого неба зачем-то, ну ладно, кордон, старый добрый. Ну здравствуй, кордон. Год мы с тобой не виделись. Ты прямо с порога меня воспоминаниями встречаешь. Ну что, меченый стрелок, вот ты и дома. Да, есть такая тема, и первое задание, которое мы получаем, это поговорить с неким кайданом, который расположился у нас на блокпосте военных. Ну что ж, давайте. На самом деле, кордон всегда по-другому как-то воспринимается в модах, когда это не первая локация, на которую ты заходишь. То есть, когда это, допустим, вторая, третья и так далее. В нашем случае это четвертая вроде бы, или пятая опять же. И опять музыка из дежавю. Надежда! Боже, ужас. Вы ее, конечно, не услышите, потому что... Да вы ее вообще не слышали на протяжении всех прохождений, потому что, ну, она заглушалась монтажом. О, вот, смотрите, у меня перевес сейчас, да? То есть, у меня 83 килограмма, смотрите. В носле жестко тратится. Одеваем плащ, но по факту вроде перевеса нет, но при этом все равно в носле жестко тратится, да. Поэтому это бесполезно, определенно. Мне эти 6 кг вообще ничего не дают, поэтому пошли вы, я, пожалуй, выпью энергитоса. И что еще? И похаваю. Вот он, Кайдан. Здорово, ты здесь, старшой? Меня звать Меченый, я по заданию полковника Боголюбова. Здорово, сталкер, я Кайдан. Да, полковник сообщил про тебя, прояснил по возможности помогать. Что тебе нужно? Просил точнее. Да нет, пока ничего, что тут новенького на кордоне? Сидриш, ты как, кряхтит еще? Да куда же он нахрен денется? Сидит в своем бункере, правда, после последнего выброса, что-то у него в мозгу какие-то помутнения пошли. Мнительный стал больно. В деревне у новичков волк также, старшой. Он вроде даже из-за периметра уходил, да говорит, не смог там жить. Зона тянет. Ты в деревне с пацанами пообщайся, может, они поконкретнее что скажут. Я-то больше здесь, вглубь зоны не хожу. Волк здесь, значит, не один такой дурак, которому без зоны неудобно жить. Еще один вопрос, ты случайно о сталкере по имени Мирный ничего не знаешь? Мирный? Вроде был такой, на военных, кажется, работал. Говорят, удачливый был. Так он вроде где-то в зоне и сгинул, когда за артом каким-то редким охотился. А тебе-то он зачем? Да так, просто интересно, пообщаться бы с ним. Таких везунчиков, как он, на пальцах пересчитать можно. Ладно, Кайдан, спасибо за инфу, пойду в деревню. Ну, окей. Так, с кем тут еще можно побазарить? Есть ли тут какие-то уникальные пацаны? Нет, тут чисто NPC-шники. Без чего-либо. Так, ладно, и опять я захотел хавать, да на, еще хлеб жири, че ты? Вот так-то лучше. Ну и двигаем в деревню новичков, че нам еще сказать? Че нам еще делать? Твои арты закончили свое действие, собирай булыжники. Не согласен переиграть. Вообще не понял вот этой вот фичи. В смысле булыжники? Ну, это заскриптованная тема, я понял. Такой же и в народной солянке было, только это легко обходится. Просто перед этим выбрасываешь все арты и, собственно, все. Профит. Я, наверное, так же сделаю, только я надеюсь, эти пацанчики не стырят ничего. Давай мы тогда здесь их сбросим всем. Вот это, вот это, вот это, вот это. Ой, полетели они там все. Ля какие, ты посмотри. Ну, главное с пояса все скинуть. Ооо, клондайк артефактов мой. Так, вы же не идете? Вы не идете. Окей, давай быстренько пройдемся и заактивируем скрипт с артефактами. Все, твои арты закончили свое действие, собирай булыжники. А вот хер там, нет у меня артов. А сейчас появится, га-га-га. Или они даже тут поисчезали, да? Нет, тут они в порядке. Вот такой вот обуз, пацаны. Просто замечательно. Были арты, стали камни. Ага. Половина из них, кстати, без жмыхания подбирается. Я забыл то, что инвентарем в этот раз не отделаешься. Или когда ты сам выбрасываешь арты, ты их без последствий подбираешь. Хз. Я все арты вернул, давайте посмотрим. Колючку обязательно одеваем, шкуру обязательно одеваем. Цепочку, затем кого еще? Морской еж, да вроде у меня не было на поясе. Что-то я потерял, мне кажется. Да, мне кажется, реально я что-то утратил. Что-то я забыл. Что же я тут забыл? Хз, ну у меня же еще что-то было жесткое такое. Кулон какой-то от этого, от писателя вонючего. Ну твою мать. А еще арты на выносливость пропали. А куда они делись-то, юбт? Хз, что-то мне не нравится это. Либо они реально пропали, либо, блин. Ну остальные же арты уцелели. Короче, надо сейчас куда-то сложить это все дело. Я не знаю куда, но вот именно сложить, а не выбросить. Точно, ящик на блокпосте же есть. Давайте вернем все туда и попробуем сложить все наши арты туда. Так, отлично, ящик работает. В таком случае скидываем все наши артефакты сюда. И идем активируем скрипты еще раз. Хотите кое-что интересное? Я кажется опять просрал один из артефактов. Только где он? Я не пойму. У меня было... А, серебряная колючка давала жесткий химожок. Блин, а что я тогда замандражевал? Все же нормально было. А цепочка это вот она. Я просто почему-то думал, что цепочка дает жесткую химзащиту. Подожди, а что у меня серебряная колючка на поясе была? Ммм, странно. Не помню такого. Ладно, не важно. Пойдем еще раз активируем скрипт. Ну тогда на том сейве, получается, я все спас. Да, я не знаю, зачем я перезагружался. Тупо сейчас время трачу. Так, все, еще раз активировал. Идем забирать обратно. Все, все свои арты я забираю обратно. Ну, давайте смотреть. Значит, это мы цепляем. Это мы цепляем, 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 цепляем. Ну, вроде вот такой билд артефактов у нас был. Ну да, вроде химожока 570, все нормально. Окей, ладно. Что-то я замандражевал на ровном месте в тот раз. Вот мы в деревне, и тут, кстати, собачка бегает. Ек, смотрите. Так, ну и давай, волчара. Здорово, волк, не ожидал меня здесь увидеть. Мать твою, меченый, рад тебя видеть, дружище. Ты же вроде ушел из зоны. Чего это ты надумал вернуться? Так ты же вроде тоже уходил. Так какого хрена здесь еще торчишь? Чего усмехаешься? Вот и я про то же. Чего же ты не выдержал мирной жизни? Ты прав, брат, не моя там жизнь. Думал, привыкну, но не тут-то было. Здесь я знаю, если человек сука, я ему в лучшем случае морду набью. А если что, посерьезнее, пулю в лоб. Вот и свалил оттуда, пока беды не наделал. Здесь мне спокойнее. Вот и я также подумал, что там, Сидорович, у себя? Пойду загляну к старому скряге. Волк, а может ты подскажешь? Ты ведь слышал легенду о черном сталкере? Да кто же ее не слышал? Вся зона знает эту легенду. Первый сталкер, который добрался до саркофага. А про тайник черного сталкера ничего не слышал? Меченый, ты что, правда думаешь, что тайник существует? Это же просто легенда, выдумка. Волк, а ты сам-то веришь в то, что сейчас сказал? Чего глаза опустил? Давай колись, что знаешь. Да ничего я особо и не знаю. Слышал, что те, кто пытался найти тайник, плохо закончили. Меченый, ты мне хоть и друг, но сам понимаешь, информация, тем более такая, стоит недешево. Волк, да не менжуйся, я все понимаю, что нужно, говори. Так что нужно сделать, чтобы ты мне рассказал, что ты знаешь о тайнике черного сталкера? Меченый, ты прости меня, что я вот так вот поступаю, но мне приходится это делать. Волк, я же тебе сказал, не парси ты по этому поводу, давай рассказывай, что нужно. Да дело-то и небольшое, грибы собирал. Чего, грибы? Ну было дело, дед Кирилл как-то просил меня об этом, но тому еще и самогон нужен был для растирки. Самогон мне не нужен, я и водкой обойдусь. Ты понимаешь, простыл я, видимо. Застудил самое, что ни на есть мужское место. Кайдан мне посоветовал сделать мазь. Он сам как-то страдал от этой же беды, боже. Нужно хотя бы три гриба, именно выросших в зоне, да еще и на навозе. Сам пойми, молодежь просить, мне как бы стыдно, остаешься ты. Идти самому тоже не выход, я сейчас дальше сортира не хожу. Ты ведь знаешь старую ферму за мостом? Вот там, я думаю, можно найти эти самые грибы. Сходи туда, может, хоть с точки 3 найдешь. Я по малой нужде сходить не могу, по-человечески. Рези, аж зубами скрипеть начинаю. Волк, что ж ты сразу не сказал? А я и гляжу, что ты выглядишь неважно. Ха, кек, ладно. А что это алкаш в подвале остался? Ну, не в этом подвале, ладно. Ну, наверное, его тут и не будет. А этот хайповый техник остался? Да, смотри. Только что-то он, по-моему, переоделся как-то, да? Или мне кажется. Здорово, Федька, принимаешь хлам? Привет, показываю свой хлам, погляжу, что можно сделать. Ну, это чисто починка. Но у него никаких диалогов нет. Черт с собой, кто тут еще есть? Волк, 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 как говорится, да? Так, Сидрич, проводник. А проводник это... Не понял. Ярик Сухарь! Ты как умудрился в деревне новичков умереть? Ты что, с собакой не поладил или что это? Я не понимаю. Еще один труп, кстати, вижу на карте. Вы как здесь умудрились умереть? В деревне, мать его, новичков. Вова Гоблин. Вы додики, что ли, или как? Это что? Это военные? А, ну да. Здорово. Некий Федька Батя. Здорово, ты чего хотел? Привет. Эх, молодость. Небось, думаешь, зону победить? Мужик, у тебя с головой все хорошо? Иди пока цел. Мать ваша, эту молодежь разгоню к чертям собачьим. Ничего нельзя доверить. Убью, придурки. Вы у меня в зону в этих трусах ходить будете. Я вам устрою с содом и гомору. Кого? Сидорич, короче, что-то там бомбит. Дураляйка. Сережа, кулак. Свалил отсюда. Или Сережа Стальную, кто он там? Короче, Стальной Кулак. Здорово. Мать моя женщина. Кого я вижу? Меченый? Какими судьбами? Я думал, ты уже никогда здесь не появишься. Здорово, старый хрен. Ты тоже все коптишь. Молотняк, как всегда, строишь. Ты-то чего тут делаешь? Какого хера опять тебя в зону занесло? Да вот занесло. Не смог я там за периметром жить. Не моя эта жизнь. Все там какое-то ненастоящее, что ли. Понятно. Зона на всех сталкеров назад тянет. Волка видел? Тоже хотел свалить. Передумал. Ну а ты-то не бойся. Не просто так сюда явился. Работаешь на кого? Не то, чтобы работаю. Так, попросили помочь. Нужно найти болотного доктора, чтобы он помог больному ребенку. Я точно знаю, док сможет. Ведь он меня из мертвых вытянул. Ты случайно не знаешь, где он сейчас? Ну, если ты мне поможешь, то я постараюсь узнать. Дело у меня есть. Правда, тебе оно покажется странным. Ну что, по рукам? Ну ты, старый лис, в своем репертуаре дашь-надашь. Делать нечего, выкладывай, что там у тебя. Старый я стал, пора я о другом доме мне подумать. Ты ведь знаешь, я человек предусмотрительный. Да и доверить это дело я могу только тебе. Сам Бог тебя сюда привел. Волк отказался, а с молодых толку ноль. Короче, ближе к делу. Есть у нас на картоне гробовщик, на АТП живет. Бандюков там уже нет давно. Их другая братва выгнала отсюда. Группировка Воля, это рай. Они тоже не подарок, но к сталкерам относятся нейтрально. Так вот, нужен мне гроб. Да не я бы какой, а красивый, чтобы крест на нем был. Лаком, чтобы был покрыт. А не тупо шесть сколочных, неоттесанных досок. Договорись с этим гробовщиком, пусть он мне такой сварганит. А я узнаю, где дока можно найти. Сидорич, да ты головой что ли тронулся? Гроб заранее заказывать. Ну, воля твоя, я попробую. Лол, просто кек. А это, думаю, что они говорят? Типа, да Сидор там головой поехал. А он реально уже гробищи себе заказывать собрался. Борода у тебя какая-то, я не знаю, в муке замарал или что это? Ладно, хрен с тобой, Сидорович. Сгоняй я. Я уверен, что этот гроб будет весить херову тучу килограмм. Поэтому пока я буду бегать на кордоне, я, Сидор, у тебя вот это все оставлю, чтобы оно мне не грузило в мой инвентарь, окей? Вот так-то. Ну и комбез скину сюда. 63 кг. М-ку тоже скину, потому что я с нее пока стрелять не планирую. Ну и все, сейф. Та и ник. Все. Кто стырит? Если кто-то стырит, вам хана. Обещаю. Так, ну что же, задание мы получили, погнали, наверное, сначала на АТП. Так, да, 4 человека тут есть. У них так и называется группировка Воля, это рай. Лол. Гробовщик, Колян Кинарь, Востёк Звездец, Петруха Кабан. Команда, конечно, так себе, целая группировка. Вот это да. Здорово, гробовщик. Конечно же, радио около него лежит, ну а как без него? Здорово, говорят, что ты гробы делаешь. Здорово, ты что, себе хочешь заказать? Упаси господи, мне еще рановато. Сидорич попросил. Но только гроб нужен, как это сказать? Красиво оформленный. Ну там, кресло, крышка, обивка. Ёптать, старый жук помирать, что ли, надумал? Или опять что-то задумал? Нахрена ему сейчас гроб-то? Да хрен его знает. Я ему тоже про это сказал. Сидор говорит, что на всякий случай. Ну так что, сможешь красоту навести? Цену обговори. Но гроб-то сделать не проблема, а вот раскрасить нужно время. Ты если поможешь мне, я и денег за гроб брать не буду. Пока я его сделаю, ты малость поработай на меня, согласен? Оплата тоже гарантируется. Первая просьба у меня к тебе уже есть. Нужен огнетушитель. Сам видишь, работаю с досками. Мало ли, вдруг пожар. А на этом АТП хрен чего осталось. Тут недалеко, остатки тепловоза есть. Сходи и глянь, может там чего найдется. А что, я не против, схожу. Окей. Разбудь огнетушитель. Меток на карте нету. В начале игры понаставили меток. Типа так, для галочки смотрите. Я разработчик, я крутой, я исправился. Я сделал метки на карте. А на кордоне уже забил хер как бы. Ладно, шучу. Ууу, бежал я, короче, за огнетушителем. И, конечно же, у меня на хвосте сейчас кабаны. Я слышу их. Да пошли вы к черту. Запарили, честно. Ой, псины еще. О-о-о. О-о-о. Класс. А какого хера я энергетик решил попить на цифру 2? Непонятно. Я так-то АПС хотел взять. Впервые она мне пригодится. Ой, зомбези еще иду. Да вы рофлите. Но я, главное, с тушканами разберусь. На остальное у меня как-то по меди. Все, убежала. Последняя крыса. Опа, опа. Псина страшная. Да, АПС-ка так-то неплохо, неплохо. Она мне пригодится, действительно. Так, ну зомбями давай разберемся, наверное. Или нет? Ай, пошли вы к черту дробь на вас тратить. Короче, тут аномалии нету практически. Поэтому, ну, вот он огнетушитель. Изи достать, как бы, да? Вот бы еще запрыгнуть. Ну, она и так забрал. Теперь сразу двинем на ферму. Для того, чтобы достать грибы волку. Ой, нифига, радиации хапнул. Антирад в бой. Тупо. Нихера себе, вот это звуки были у антирада. Тупо вколол. О-о-о, слышу собак. Зато не вижу. Потому что крутые пост-эффекты, пост-энтирадов. Которые мы все так любим. И которые все так нужны, еб твою медь. Но, тем не менее, всяких собачек я вроде оторвался. Могу и перебинтоваться. Или не оторвался. Возможно. Найти тут все довольно изи. Сейчас покажу. Значит, первый грибочек у нас находится за фермой. Ну, в смысле, задней ее части. Вот где-то тут. По-моему, за этим деревом, если я не ошибаюсь. Да, вот он первый грибок. Затем второй грибочек находится у нас вот с этой стороны. По-моему, вот в этом кусте. Да, прямо отсюда видно. Ну, и третий грибочек находится в одном из зданий. Прямо внутри уже. Лодь, не ешь меня. Иначе я съем тебя. Как этот хлеб? Она хочет, чтобы я ее съел. Не понял? Что-то пристало до меня. Все, слито. Второй хлеб жру ему мало. Не понял. Я понимаю, что у меня на поясе артефакт. Который там, ну, голод дает. Но не настолько же. Где этот гриб? По-моему, в том здании. И вот он, да, за сейфом. Надеюсь, это именно те грибы, которые нужны волку. Все, возвращаемся. К слову, как я понял, на блокпосте тут никого нет теперь. Военные отсутствуют. А значит, тут правит хаос и разруха. Я не знаю, что сейчас сказать. Идем на АТП сначала. Привет, как работа продвигается? Как обычно, пилю, строгаю. Ну что, нашел чего? Тебе повезло. Один нашелся, абсолютно целый. Чуток проржавел, но явно рабочий. Ну и хорошо, вот тебе захлопоты. Спасибо, не ожидал такой щедрости. Дальше что? Дропикартеч 2000. Ну что, от пожара мы тебя защитили? Есть еще какая работа? Есть, нужно побыть курьером. Нужно на свалку сходить. Ты как на это смотришь? А что мне смотреть? Надо, значит, надо. Слушаю подробности. Отлично, на свалке сейчас располагается наша группировка. Чтобы тебе перейти туда, требуется заплатить. Тут я уже ничего не могу поделать. Ну что я могу сказать? Это печально. На КПП перед ходом на свалку сейчас командируют Сук и Буба. Они объясняют, что к чему. На свалке разыщешь Потапа, это наш старшой, и передашь ему вот эти документы. Все. Возможно, Потап предложит тебе тоже подзаработать. Но это уже твое дело. Хорошо, как скажешь? Давай документы. Документы, выданные гробовщиком. Понятно. И нам нужно на свалку к их группировке. Опять на кого-то работать. Твою мать. Да, я, конечно, не знаю. Грибы когда сдать? Давай, наверное, сейчас сдадим. Потому что, мне кажется, я пока выполню задание с гробом для Сидора. 200 лет пройдет. А вот эти грибы, три гриба, килограмм занимают у меня лишний. Ну, почему бы и не сдать сейчас, да? Возможно, даже какую-то более крутую награду получу. Ну, что как? Он же инфу обещал. Алло, что это я? Привет, Волк. Ну, как ты? Полегчало? Здравомечный. Ни хрена не легчает. Огнем там все горит. Вот ведь угораздило. Хреново. Я нашел там три штуки. Думаю, те, что нужны. Вот, погляди. Это они самые есть. Вот, выручил. Сейчас масть фарганю. Вот, возьми за труды. А по темному сталкеру, вот что скажу. Есть один человек, звать его гробовщик. Живет он на старом АТП. С ним по этому поводу и пообщайся. Ну, давай, Волк, лечись. За инфу и подарки спасибо. Пойду к этому гробовщику. Ты, ладно. РГД, РГД, Картеж, 2500. Я уже этого гробовщика знаю. Ну, пойдем. Гробовщик, вопрос у меня к тебе имеется. Ответишь? Ну, смотря что за вопрос, давай. Мне нужна информация по черному сталкеру. Мне шепнули, что ты можешь ее подсказать. Вон чего? А что за информация тебе нужна? Да и стоит она недешево. Меня интересует, где черный сталкер мог заныкать тайник свой, в котором его ПДА хранится. Вот даже как, тебе ПДА его нужно. Да, за ним многие охотились. Да только где они все? Вопрос. Гробовщик, что я должен сделать, чтобы ты поделился со мной информацией? Ну что, может договоримся насчет оплаты? Может и договоримся. А многого я не прошу. Называй свою цену. Конечно, у меня бабла не так много, но я что-нибудь придумаю. Деньги мне не нужны, мне их хватает. У меня будет другая просьба. Топор. Достанешь мне новый топор, и я поделюсь тем, что знаю. Топор? И за то, что я достану топор, ты мне не расскажешь о тайнике черного сталкера? Нет, о тайнике не расскажу, так как я не знаю, где он. А вот наводку на человека дам, с которым тебе придется пообщаться. Теперь о нашем деле. Топорик, я думаю, можно на кордоне отыскать. Вещь вроде не дефицитная, но нужная. Тем более, мне. Я знаю, что ты скажешь. Нахрена мне еще топор? Согласен с твоими мыслями. Но мне нужен топор тех времен, советских, когда все было сделано на совесть, со знаком качества. А не эти куски железа полусырые. Два раза рубанул, и он тупой, как валенок. Короче, так. Обследуй платформу на железке, той, что на насыпи. Если там ничего нет, проверь домик за мостом. Вдруг там чего осталось? Когда будешь топорик, приходи. Хорошо, я достану то, что ты просишь. Я надрочил топор, как говорил Керн в варике. Но не обязательно Керн, просто вождь Минотавров. Или он как-то по-другому говорил? Ну-ка, исправьте меня в комментариях. Да, по-моему, так, все верно. Ну что ж, я уже около ЖД платформы. ЖД рельс, ЖД, не знаю, путей, называйте как хотите. Короче, поднимаемся. Да нет, здесь нихрена. Проверим домик. Ну да, может там повезет, посмотрим. Домик имеется в виду, иди нахер. Домик имеется в виду, он тот, там где Лис лежит в оригинале. Тут у нас зомби, но нам его долго искать не придется. Сейчас вам покажу, где он находится. Находится он вот тут, под дощечками. Бац, вот он лежит. А вот и топорик. Ну, прямо то, что нужно. Набежало за мной там крыс, смотрите. О, это эти, как их там? Кратокрысы, во. Из фолдича, ёпт вы, медь. Все, помянем. Они быстрые, они меня, скорее всего, догонят. Сейчас их загрызут, но это не точно. Если меня сейчас топорить ничего не будет, например, вот эта вонючая собака, вонючие кусты, еще что-нибудь, то все будет, в принципе, в порядке. О, бля... Я испугался. Как вы меня грызанули? Мы же все время на одной скорости бежали, алло. О, бляха, кабан, да, тебя не хватало. Давай, давай. До свидания. Тут, я думаю, меня точно никто не достанет. Фух, я реально обкекался так-то. Бинт придется использовать. У меня еще, судя по всему... Ну, не судя по всему, а плюс ко всему, беды с кровотечением, потому что у меня артефакты висят определенные. Что ты делаешь, дурак? Он что, в забор дамажится? А чего он сдох? Конченый. Ладно, это ваши там терки, разборки. Мне как-то пофиг. Привет, дровосек, мать его, в кадушку. Меченый, ты чего такой злой? Достал топор-то? Достал, чтоб ему пусто было. Все платформы обнюхал, кабанов встретил. Они были не рады. Хорошо, хоть в домике повезло. Так, назад шел, эти долбаные кротокрысы откуда-то высыпали. Быстрые суки. Вот это то, что нужно. Надежная штука. Короче, по твоему вопросу. Есть здесь один человечек, звать его Перебор. Чего? Он из нашей группировки Воля это рай. Найти его можешь на КПП, где тропка на свалку. Пообщайся с ним. А я мало что знаю. Был такой сталкер, типа добрался он до саркофага, но до него никто туда не ходил. Чего же он там просил у монолита, не знаю. Только стали сталкеры иногда встречать странного человека. Лицо скрыто под капюшоном, одет в длинный черный плащ. Близко к себе он никого не подпускал. Ты идешь к нему, секунда, и он опять от тебя удалился. Вроде бы ты и не приближался. Вреда он не приносил, но и хорошего тоже от него не видели. Хотя говорили, если встретили черного сталкера, значит где-то недалеко можно арт редкий найти. Вот все, что я знаю. А теперь иди к Перебору. Может он еще чего тебе поведает. Ну ясно, спасибо и на этом. Полученный предмет золотая рыбка двойник. Не понял. 545 и 1500, что за золотая рыбка двойник. Золотая рыбка двойник. Арт похожий на артефакт золотая рыбка, но отличается свойствами и ценой. И довольно редкий. Сытость минус 160, вносность плюс 2, кратчение минус 107, электрошок минус 2, разрыв минус 4, химашок плюс 5, пульс токс плюс 5. Что? Опять? Опять у меня пулестойкость дикая теперь будет. Так, и кажется надвигается выброс. Ну что ж, придется сидеть ждать. А тут можно укрыться? Наверное можно. Ой, они что-то все куда-то сбежали. А где ныкаться-то надо? А, вот тут? Ну я с вами, пацаны. Все, в надежной компании. Ладно, наш путь теперь лежит на северной КПП. Сука, разработчик, гори в одну нахуй своими мутантами, ебанья. Так, я тут, короче, немного пробомбился. Наткнулся на кучу мутантов, от которых не смог убежать. Пришлось расстреливать и потративая на это порядком 50 дроби. А, нет, дробь я потратил... Да, ну примерно столько я потратил, но у меня осталось ее мало. У меня в основном вот картечь, только 240 штук. Конечно же, опять за мной собаки увязались. Да как вы запарили, блядь? Просто я желаю, что... О, там еще и псевдош, да, на кордоне, класс. Я желаю, чтобы завтра в реальной жизни свора собак побегала через весь город. Вот ржака будет. Прочувствует, да? Всю боль. А, фига, вы уже... Алло, а вам нормально? То, что тут псевдош рядом? Или это ручной? Мне вообще похер, смотри. Ну чисто, ну, псевдош гуляют. Окей, и что теперь? Пипец просто какой-то. А, и по мне открыли огонь. Придурки. Утырки. Я не знаю, как вас еще назвать. Они открыли огонь, потому что я слишком далеко прошел, или потому что я огонь открыл по псевдошу, я хер знает. Наверное, потому что слишком далеко прошел. В этот раз не будем так уходить. Все, убил. Охереть, псевдогигант на кордоне. Еще какой, мать его. Ну, ручка, кстати, мало весит, но стоит вроде, ну, по описанию много. Здорово. Стой, сталкер. Здорово, стою. Что такое? Слышь, сталкер, это наша территория. Чтобы пройти, нужно заплатить. И сколько же стоит проход по вашей территории? Два куска, заразовый проход. Вот, блядь, денег сейчас нет, вот, держи. Вот это правильно, приятно иметь дело с умным человеком. Если обратно пойдешь, не забудь заплатить. Без денег даже не суйся, будет только хуже. И запомни, свалка, это территория группировки Воля, это рай. Ну, почти вся территория, я хотел узнать, некогда мне, ясно. Так, и что, с кем мне тут поговорить? Сук, Буба и Перебор. Да, класс. Одна кличка охренительнее, другая просто. Хера, что с текстурами? Боря Пират. Нет, ты мне не нужен. Ты кто? Буба. Буба и Боба, два, да, вы поняли. Здорово, значит, Перебор это ты? Здорово, парень. Ну, допустим, это я. А ты кто такой у нас будешь? Меня звать Меченый. Гробовщик мне сказал, что ты можешь помочь в одном деле. Меченый. Не слыхал. Гробовщик серьезный пацан. Ну, раз он сказал, значит, могу. Что за дело? Я решил отыскать тайник черного сталкера. А ты можешь подсказать инфу по этому вопросу? Гробовщик так сказал. Ёпсель, еще один с ума сошел. Этот тайник многим не давал покоя. Ну, я, конечно, могу рассказать то, что знаю, но... Я понял, информацию нужно отработать, я прав? Ну, так в чем вопрос? Я прекрасно понимаю, за инфу нужно платить. Твои условия. А ты мне нравишься? На лету хватаешь мысли. Уважаю. Ну, значит, договоримся. Я слушаю тебя, что требуется? Да есть у меня давняя задумка, вот ты ее и осуществи. И что же это за задумка такая? Ты тоннель с бегающими электрами, знаешь? Вижу, знаешь. Но меточку я тебе на него оставлю. На всякий случай. Давно его хочу проверить. Но вот боюсь, с пятой точкой чую, что там что-то должно быть. Я думаю, там есть арт редкий. Но не может быть, чтобы в этих аномалиях ничего не было. Видало, там скелеты валяются. Ведь зачем-то туда сталкеры лезли. Я наблюдал за этими электрами. У них есть какая-то периодичность в движении. Попробуй пройти туда. Пройти туда можно вполне свободно. Но вот я так и не решился. Духа мне не хватило. Вот если ты проберешься туда, я тебе помимо инфы еще и деньжат подкину. Попробую, но не обещаю. Ладно. А где этот второй чел, который... Они же Биба и Боба? Буба и... Сук. А вот он, Сук. А ну постой тут, братишка. И пополз. И куда ты пополз? Но не идет ли? А, тебе этот труп не нравится. И что ты с ним будешь делать? Нет, просто интересно. Давайте понаблюдаем. Как он его будет тащить? Так, вот он идет. И что? Смотрит. Он ему в жопу смотрит, смотри. Очень интересно. Все? Я хотел узнать. Некогда мне... В смысле? У меня задание поговорить с вами. Документы. Типа мне сказали, что они меня введут в курс дела. В итоге меня никто в курс дела не вводит. Ладно, хер с вами. Но нужно в тоннель с электрами сгонять. Давайте мы сделаем это. Так, у тоннеля, как всегда, творится полный ха-ха-ха-ха-хаус. Так, ну и надо как-то влететь сейчас в электру по-быстрому. Ну хз тут. Я... Вот у меня всегда с этой электрой проблемы. Я не могу определить, как она двигается. Может, я придурок? Возможно. Мне похер, я пошел. Опа. Смотри, дошел. А куда дальше? Где арт? Тут возможно. Да, вот он. Ты гляди-ка. А ведь не подвела перебора. Пятая точка. Надо будет сказать ему, чтобы берег ее. Ха, ну да. Фух, прикинь. Вообще, я спокойно по электре прошел. Ни разу не жмыхнул. А так, а что за артефакты-то? Давай чекнем. Алмаз. Радиация минус 10. Вынос 10 плюс 4. Ожог минус 3. Удар плюс 2. Электрошок минус 5. Разрыв плюс 3. Радиация минус 4. Взрыв плюс 2. Плюс X плюс 3. Хер оси. Ну да. Неплохой артефакт. Ладно, уходим. Так. И игра вылетела. Класс. Шедевр. Ну-ка, надеюсь, сейчас не вылетит? И хорошо. Я уже просто забоялся. То, что все, сейчас стабильнее вылет. И гг. Не успел даже 10 серий отснять. Но нет, все в порядке, к счастью. Приветствую. Заждался, небось? Меченый. Рад тебя видеть живым. Ну так что, есть там чего? Можешь гордиться своей пятой точкой. Она тебя не подвела. Вот арт. Дорогущий, наверное. Я такой первый раз вижу. Ёптать. Я все-таки был прав. А пацаны ржали надо мной. Не верили. Арт крутой. Да еще прям под носом. Ну короче, слушай. Я, конечно, не знаю, важна эта инфа для тебя или нет. На свалке я общался с одним долговцем. Звать его Степан Галушка. Он дежурит на посту перед тропкой на бар. Так вот, этот Галушка рассказывал, что видел самого черного сталкера. Типа, сталкер даже помог ему, отбил от кровососа. Правда, ему мало кто поверил. Так как знает, что Степан и приобрехать может. Ведь ходят слухи, что если встретиться со сталкером лицом к лицу, то не миновать смерти. Хотя это тоже утверждать сложно. Черный сталкер очень редко показывается. Да и в последнее время о нем ничего не слышно. Будто сгинул он куда. Я все-таки советую поговорить тебе с этим Галушкой. Что-то мне подсказывает, что не врет он. Да что тебе может подсказать? Опять, небось, пятая точка. Ладно, перебор. Спасибо, хоть на этом пойду на свалку. Картечь. Гром дал. Слезинка 3000. Че-че-че? Кто такой этот ваш Гром? Ружье ТОС-34 специально переделано для охоты на мутантов Чернобыльской зоны отчуждения. Усилена убойность. Переделана неизвестным умельцем. Вы хотите сказать, что он жесткий по характеристикам? Кстати, а что характеристик нет? Смотрите. Надежная источность, боевая скорострельность и так далее. И все пусто. На всех оружиях. Лол. Да, уж, странности. И че он ей дал? Какой-то артефакт еще, что ли? Слезинка. Радиация минус 7. Ожог плюс 5. Взрыв минус 2. Полистойкость минус 3. Слушайте, я бы, наверное, вместо колючки слезинку повешал. Она ей больше минус радиации дает. И она дает, ну, конечно, да, полистойкость минус 3. Но мне и так ее дохрена. То есть в общей сумме у меня сейчас 50% полистойкости. Взрыв, ну, как бы, пофиг, извиняюсь, пофиг на взрыв. 24% всего лишь. Вот. Ну и ожог, ладно. А, нет, подожди, взрыв, это не то. Взрыв, это и на ожог, кстати. Взрыв, вот. Взрыв у нас, ну, все равно нормально. А ожог, 19 плюс 5, наоборот, ну, нормально тоже, да. Радиация минус 7. То есть у меня еще сверху будет выводиться радиация. Ну что ж, чуваки. На свалку к группировке Воля это рай мы перейдем в следующей серии. А пока, друзья, огромное спасибо, что досмотрели это видео до самого конца. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если вам нравится мой контент. Вступайте в мою группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании. Также, как и ссылка на скачивание этого мода, если вы хотите в него сами поиграть. И ссылка на плейлист с этим прохождением, если вы не видели остальные 6 серий. Большое еще раз спасибо всем и пока-дова. Субтитры сделал DimaTorzok